Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим несколько упражнений, как избавиться от головной боли на своем рабочем месте буквально за считанные минуты. Для этого достаточно проделать эти упражнения всего лишь 2-3, ну может быть 5 минут, и вашу головную боль как рукой снимет. Но для начала надо разобраться, почему происходят головные боли. Головные боли, во-первых, могут происходить по причине того, что часто, когда мы сидим, мы наклоняем голову вниз, это работа с бумагами. Или наклоняем голову вперед, и еще вот так вот, то есть шея тянется вперед, а голова еще немножко вот так вот разворачивается, чтобы рассмотреть какой-нибудь текст, или когда мы едем за рулем. В общем, часто происходит именно возникновение головной боли, потому что напрягаются мышцы шеи. Напрягаются вот эти вот большие толстые мышцы шеи, которые передавливают артерии, ведущие к голове и несущие с собой кровь и кислород головному мозгу. Мозг начинает потихоньку от этого страдать. Кроме того, у нас начинают от напряжения немножко болеть и спазмироваться вот эти вот мышцы. Это первый аспект на физическом уровне. Есть еще аспект на энергетическом уровне, который вы тоже должны понимать. Дело в том, что, производя все упражнения с шеей и с головой внешней руками, мы сможем воздействовать, так скажем, на симптомы, то есть на устранение последствий головной боли. Нужно понимать, что причины головной боли могут возникнуть и по другим причинам. Это может быть метеозависимость, магнитные бури, повышение давления. Чаще всего это связано, на самом деле, с капиллярами. То есть в голове существуют капилляры, которые либо расширяются, либо сужаются. И почему-то эти сосуды спазмируются так, что не могут устранить вот это расширение, либо сужение быстро. Поэтому иногда боль может возникнуть в каком-нибудь конкретном месте, в локальном, в виске, на макушке, в затылке, где-то еще. То есть это говорит о том, что в этой части головного мозга у вас что-то произошло. Сосуды либо расширились и в этом состоянии остались, и долгое время не могут, вот это расширение у капилляров не может спасть. Либо у вас сосуды сжались, они очень сжались и не может туда поступить кровь, от этого тоже возникает боль. Поэтому я предлагаю вам три методики, как избавиться от головной боли. Первая методика – это физическое расслабление шеи в основном. Вторая методика, если не поможет первая, это точечный массаж. И третья методика – энергетическая. Для первой методики, особенно если вы понимаете, что у вас напряжена шея, да, прежде всего вам нужно расслабить шею мягкими вот такими вот массирующими движениями, разогреваете ее. Разогревая мышцы, они уже расслабляются, увеличивается кровообращение, увеличивается кровоток в шее. Так слегка покручивая головой, своими руками растираете вот эти вот боковые мышцы шеи. Мягкими круговыми движениями тоже можно это проделывать. Далее вы проделываете те же самые упражнения, возгоняющие с задними мышцами шеи, с вотейцами, да, растевая их вверх-вниз, вертикально вверх-вниз. В основном направляя, делая акцент вверх, то есть старайте себя к черепу, гнать кровь вверх. И с утра мы ее туда, как в больнице, вверх. Вот такими резкими движениями. Надеюсь, вам это видно, да? Можно промять вот эти вот места, которые, где черепушка вот заканчивается, да, там у нас очень толстые мышцы, очень крепкие, ведут сухожилия. Их тоже вот как можно сильнее можно размять. Для этого можно использовать любые части своей ладони. Это могут быть пальцы, это могут быть большие пальцы. То есть, либо вот, как я первый раз показал, вот так делаете, либо большими пальцами конкретно вот так вот разминаете. Либо можете вот этой частью ладони, либо вот этой частью ладони опереться и вот как-то следует себе размять это место. После того, как мы размяли, разогрели свои мышцы шеи, да, мы можем с ней, на нее воздействовать немного более активно. Берем за голову сами себя, если противоположно, мы в районе, как можно дальше старайтесь взять себя в районе уха. И тянем голову в противоположную сторону. Тянем, растягивая шею. Тянем голову в противоположную сторону, в другую руку. О, растягивая шею. Сводим пальцы в замок, подпираем подбородок и растягиваем голову назад. Соответственно, растягивая переднюю группу мышц. И то же самое делаем вперед. Берем себя, смотрите, как, опять можно зажимать пальцы в замок, можно не зажимать. Вот этими краями большого пальца, вот этими буграми мягкими, вы берете себя под черепушкой, вот прямо здесь. Берете и как бы тянете вперед. Утягиваете свою шею. Старайтесь не скручиваться вниз, да, а старайтесь как бы движение руками задать такое, чтобы вектор был направлен туда, вот углом вперед, вперед и вниз. Вот примерно от головы, ну, примерно от уровня зрения, да, от горизонтали, под 45 градусов, вон туда вниз. Берете и растягиваете вот туда свою шею. И после этого завершаете мягкими движениями головы. В этом случае не нужно торопиться, не нужны резкие движения, не нужно даже, не нужно добиваться даже вот этого хруста. Просто мягко поворачиваете голову сюда, влево, вправо. Скашивая при этом глаза как можно дальше, что поможет вам глубже сделать поворот. Вверх, вниз, вверх, вниз. Специально по подбородкам тянуться никуда ниже не надо, достаточно просто свободно покрутить голову со стороны. И заключительное движение вы делаете как бы полукруг подбородком, вот от одного плеча к другому плечу, вот примерно по вот этой черте. В этом случае голову вообще не напрягать, она может висеть безвольно. Даже нужно сделать так, чтобы она висела полностью расслабленно. То есть вы ее расслабляете, чтобы она упала у вас, и вы чуть-чуть стараетесь оборотку. И вот так вот подкачать ей совершенно расслабление. Можно сделать завершающий круг. В одну и в другую сторону. Ну вот, мои господа, вот этих простых упражнений бывает достаточно, чтобы за 2 минуты, может быть, там максимум, за 3-4 минуты достигнуть расслабления в шее, что приведет к тому, что у вас пройдут головные боли сразу тут же на рабочем месте. Дело в том, что, когда вы применяете таблетки, они действуют не всегда быстро, не всегда эффективно. Как правило, результат приходит через 15-20, полчаса, а то и через час. Нужно вот так вторую таблетку. Проделав такие легкие упражнения со своей шеей, разогрев ее, вот сейчас она у меня горит, она у меня такая пластичная стала, просто кайф. Сразу же у вас происходит моментальный эффект, проходит головная боль. После этого желательно все-таки выпрямитесь. Все-таки выпрямитесь на стуле, сядьте поровнее и смотрите на свой экран или, когда вы едете за рулем, ровно вертикально держа, стараясь ровно вертикально держать шею. Либо вы, когда работаете с книжкой, читаете какие-то документы, стараетесь все-таки это делать на уровне зрения, только опуская глаза выше-ниже, да? Шею старайтесь в этот момент не кривить, никак вот такие положения не занимайте, это все неправильно. Конкретно о том, как себя вести на своем рабочем месте, я вам расскажу в следующем видеоролике, где буду особое внимание уделять эргономике пространства своего рабочего места. Это касается и положения компьютера, рук, головы, корпуса, тела, стула, своего сидящего места. Это на самом деле очень важно для того, чтобы у вас наиболее плодотворно и эффективно происходил свой труд, чтобы вы как можно больше смогли сделать за день, более эффективно проработать все свои материалы и при этом не унывать, чувствовать себя бодренько, весело и живенько. Ну все, на этом мы это упражнение заканчиваем, а в следующем ролике смотрите, как мы будем с помощью специального точечного массажа добиваться строения головной боли. Продолжение следует...